Всего на один день аудитория Вятского государственного гуманитарного университета превратилась в площадку для захватывающих шоу. На базе ВятГГУ прошел ежегодный Всероссийский фестиваль науки. Подробности у Миланы Поварницыной. Таким интересным способом студенты ВятГГУ поприветствовали участников фестиваля науки в космическом стиле. А студенты факультета информатики, математики и физики в этот день были больше похожи на волшебников. И удивляли зрителей чудесами физики. Так гвоздем номера стала мадам замороженная сосиска. Обычная сосиска? Ребята, не повторяйте, пожалуйста. Все это придумали сами студенты. На факультете есть кружок физических экспериментов. Там ребята применяют на практике все, что почерпнули из лекций. Они занимаются разработкой опытов, которые потом используются в культурно-массовых мероприятиях. Например, на фестивале науки. В этот день каждый желающий мог попробовать себя, например, в роли проводника электрического тока. Чувство в полке идет. Волосы сребрадные. Вадим Радаев стал самым активным участником экспериментов. Физикой он увлекается с детства. И теперь знает, где его талант может раскрыться. Теорию, конечно, интересно, но больше интересна практика сама. То есть на теории вот эти все замки, двигатели, искры тоже очень интересно изучать. Вот эта физика высоковольтная, низковольтная крайне интересная и занимательная. То есть я бы хотел сюда приходить заниматься. Такой же интерес вызвала у школьников и криминалистика. Здесь кажущийся беспорядок на самом деле скрывает следы преступлений. Жевательная резинка – носитель биологической информации. А конфеты хранят следы зубов. Мы видим на этом же столе есть у нас объекты для выявления следов рук, например. Вот уже выявляли следы. То есть вот они, мельчайшие детали популярной линии, по которым уже эксперты последующие проводят идентификацию. В криминалистической лаборатории инсценированный магазин и жилая комната. Последняя, по легенде, ограблена. А манекен Яша убит. В условиях, которые приближены к реальности, будущие следователи должны уметь отыскать, изъять и зафиксировать вещественные доказательства. Да, это было очень интересно. Захватывающе. Конечно, в сериалах все преувеличено, в жизни все менее пафосно, но все-таки эта жизнь – это так эффектно и эффективно. Зачастую путь в большую науку начинается с университетской или школьной скамьи. В этом возрасте человек уже осознает, какой дисциплиной ему было бы интересно заниматься. Фестиваль науки помогает молодежи определиться в жизни и показывать, что наука – это не скука, а радость познания и радость творчества. Мы здесь пытаемся сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить этот первый контакт школьников, ориентированных на все новое, с научными школами, лабораториями, дать возможность поговорить, посмотреть на то, как работает настоящий научный механизм, каким образом организована научная среда. Кстати, начало традиции фестивалей науки положила Великобритания. В 1830 году была образована Ассоциация развития науки. Тогда же прошли первые дискуссии. Зрителям продемонстрировали опыты Джоуля. И вообще впервые прозвучало слово «ученый». Фестивали науки завоевали популярность во всех странах и городах. Киров не стал исключением. Ну а на Поварнице на Валерий Никулин. Вести. Кировская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова